В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели». В студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. Накануне Россия отметила значимый для страны праздник – День Победы. В преддверии юбилейной даты глава Республики Рашид Тимре запустил музей-памятник защитникам перевалов Кавказа вместе с председателем Совета ветеранов Карачаевской Ракаем Алиевым возложили цветы к вечному огню. После, в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны, посадили Тополь Победы, привезенный из города-героя Волгограда. Тополь является одним из символов воинской доблести, мужества и героизма поколений победителей. В свою очередь, председатель Совета ветеранов Карачаевского городского округа Ракай Алиев подчеркнул, что такие акции – это память храбрости и подвигу советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками. Мы вместе все делаем для процветания Карачаева-Черкесии. Именно в этот, такой праздничный день, накануне Великой Победы 75-летия, посадили Рашид Бориспиевич, посадил дерево, Тополь Победы. Это символично, и это говорит о том, что будет всегда мир, войны не будет, а будет мир и процветание всех народов, всей России. В этом году по понятным причинам День Победы отмечали дома, но главные герои праздника, ветераны, также были в центре внимания. Каждую семью затронула Великая Отечественная война, и в каждой семье есть свои герои, на которых равняются, которыми гордятся. О судьбе одного солдата Ивана Гавриловича Лисового в репортаже Аллы Динаевой. Великая Отечественная война шла уже третий год, когда в ноябре 1944-го из станицы Сторожевой Зеленчукского района был призван на фронт 17-летний Иван Гаврилович Лисовой. С военкомата Черкеска солдат повезли в Нальчик в 6-й стрелковый ущебный полк. В 1944 году Германия в войне с Советским Союзом стала терпеть поражение. В 1944-м завершилась и Днепровская карпатская стратегическая наступательная операция, одна из самых масштабных за период Великой Отечественной войны, продолжавшаяся 116 суток с декабря 1943 по апрель. А еще в этом месяце был полностью освобожден Крым. Но даже после окончания Великой Отечественной войны Иван Лисовой служил связистом в авиационных войсках до 1951 года. Бросили в Сталитград, в Сталитград обратно на пути. И это через море в Иран. В Иран завезли там 90 туннелей, проезжали через Тигран и назад к морю в Реш. В Реш мы там пробыли, я не знаю, сколько месяцев. С Реш там и шли, пешком не гнали сильно. Три дня и шли, один день отдыхали. А потом тут в Астаре уже здесь через границу по списку про это пропускали. Потому что, может, какой диверсант в этом по списку мы переходили, перешли в Астару. Затем их направили в Тиблиси, в 37-й авиаполк связи, где солдаты прошли курсы, и их служба здесь продлилась еще два года. Затем нас перебросили в Баку, в 80-й авиаполк. И только в 1951 году, завершив долгую службу, Иван Лисовой приехал в родную станицу. Женился на Евдокии Федоровне. Она была искусной рукодельницей. Без ее красивых искусственных цветов не обходилась ни одна свадьба в станице. Яркими и необычными цветами украшали автомобили. А супруг Иван Гаврилович после долгой службы работал оператором в лактозном цехе маслосырозавода в станице Старожевой. Работала я там, мы все равно держали корову. Я лично, у него сыновей нет, но лично я с ним всегда ездила на Апокос заготавливать на зиму сено. С супругой Евдокией Федоровной они вырастили троих дочерей. Трудолюбивый, заботливый, строгий и очень внимательный отец. Собираться вместе в родительском доме 9 мая – традиция в семье ветерана. Ежегодно поздравить отца с великой победой на протяжении 50 лет. Из Санкт-Петербурга приезжает старшая дочь Лидия. Она заслуженный учитель России, но в этом году впервые Лидия Ивановна будет поздравлять отца по телефону. И каждое лето я стремилась туда, на мой родной Кавказ. Помните у Лермонтова? Синяя гора Кавказа, вы взлелеяли детство мое. Вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня укрывали. Воздух там чист, как молитва ребенка. И ты, папа, почти 9 лет служил в Закавказье, в Иране. Вы тогда были молоды, но по любому призыву готовы были идти в бой. Сейчас ветеран гостит в Черкесске у младшей дочери Анны. Здесь в городе проживает и средняя дочь Валентина. У Ивана Гавриловича 5 внуков и столько же правнуков, которые гордятся дедушкой и поздравляют его с наступающим праздником. Хотел сказать спасибо ветерану, кто пережил Великую войну. За вашу середину, за ваши рану, за то, что от врага спасли страну. Алла Динаева, Рашид Токов, Вести, Карачева, Черкесия. А теперь возвращаемся к теме, которая стала главной во всем мире. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов подписал указ о введении 7 мая в Карачево-Черкесии масочного режима. Жители республики и граждане, прибывающие из-за рубежа и регионов России, должны носить маски во всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, такси, медицинских организациях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу. Данные дополнения о введении масочного режима были внесены на основании предписаний главного санитарного врача Карачева-Черкесии Сергея Бескокотова. Контроль за исполнением правил поведения в период режима повышенной готовности будет осуществлять сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. На сегодняшний день у нас продолжаются выявления заболевших новой коронавирусной инфекцией. О случаях заболевших, о количестве выздоровевших я рекомендовал бы всем пользоваться информацией и официальных источников. Это на нашем сайте официальном Роспотребнадзора и на сайте регионального штаба нашей республики, где ситуация обновляется один раз в сутки по состоянию на 10 утра. Со вчерашнего дня указом главы республики в нас в республике введен масочный режим. Это значит, что граждане, жители республики и люди, кто к нам прибыл в гости или в командировку, обязаны при нахождении в общественных местах это магазины, это любой вид транспорта, это любой вид закрытых помещений, это на производстве, там, где они находятся, там, где они работают, только в маске. Или в гигиенической повязке, так называемой. Если нет возможности купить эту маску, ее можно, в принципе, сшить самому. Но маски нахождение обязательно. Для чего это нужно? Вирус у нас распространяется воздушно-капельным путем, то есть на капельке по воздуху. Вот чтобы не было возможности спространять вирус, мы ввели обязательный масочный режим. Это все сделано для защиты наших граждан от распространения этого вируса. И чем лучше они будут соблюдать вот эти требования, чем добросовестнее, тем быстрее у нас прекратится распространение этого вируса в республике. Сейчас очень много вопросов задают, когда же, наконец, будут сниматься ограничения, те, которые введены и у нас в стране, и в нашей республике. Но это все зависит именно от нас с вами, от граждан, от жителей нашей республики, от гостей. Потому что если мы не будем соблюдать элементарные меры предосторожности, будем так же, как сейчас происходит, ходить друг к другу в гости, гулять по улице без масок, не мыть руки, не применять средства для обработки рук и для обработки наших жилых помещений. У нас так же будет продолжаться распространяться вирус, и мы не будем видеть никакой тенденции к снижению. Снятие ограничений у нас в стране планируется в три этапа. Решение о снятии или ослаблении ограничений будет приниматься на уровне нашего регионального штаба, руководством штаба и нашей республики. Когда это произойдет, еще раз повторюсь, зависит от нас с вами. В первом этапе при снижении заболеваемости и при улучшении санэпидобстановки возможны какие-то послабления. Как это будет происходить, когда, пока неизвестно. О полном снятии ограничений и о полном снятии режима самоизоляции, особенно это касается лиц старшего возраста, лиц с хроническим заболеванием, речи вообще пока не идет. Для них это сохранится в ближайшие несколько недель, это точно. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов увеличил в два раза региональные доплаты медикам, работающим с COVID-19. Соответственно, региональная доплата врачам увеличена с 30 до 60 тысяч рублей, медсестрам с 25 до 50, младшему персоналу с 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, с учетом федеральной и региональных выплат, размер заработной платы за месяц в Карачао-Черкесии составит для врачей 183 тысячи 800 рублей, для среднего персонала 122 тысячи 400 рублей и младшего персонала 82 тысячи 890 рублей. Все медицинские работники республики, которые работают в госпиталях с коронавирусными больными, с начала пандемии получат за апрель уже повышенные региональные выплаты с 6 мая. Волонтеры-медики Карачао-Черкесии, наравняясь с врачами инфекционного отделения, борются с коронавирусной инфекцией, рискуя своим здоровьем. Неравнодушные студенты на разных площадках оказывают всевозможную помощь жителям республики. Подробности в репортаже Руслана Джукаева. Добровольцы – это люди доброй воли. Они помогают и не ждут ничего взамен. С момента создания в республике штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией студенты Медицинского института Северо-Кавказской государственной академии активно подключились к его работе и на разных волонтерских площадках вели свою добровольческую деятельность. Мы встретились с директором Медицинского института и узнали, кто же они – герои нашего времени. Волонтеры-медики, то есть наши студенты, это данный пятый-шестой курс, они буквально вот шестой курс через месяц – это уже врачи получают дипломы, могут работать участковыми терапевтами. Они понимают ситуацию в нашей республике и во всем мире. И поэтому, я думаю, они сами хотят помочь и своим коллегам в данной ситуации, и людям, так как задача врача – это делать добро, помогать в тяжелой ситуации. В конце марта была организована встреча 43 студентов старших курсов Медицинского института с руководством Министерства здравоохранения. После студенты прошли курсы дезинфекторов и среднего медицинского персонала по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в обоих госпиталях работает 28 студентов. И сегодня, после смены, мы смогли получить обратную связь от студентов, которые находятся в самом эпицентре событий. Я являюсь студенткой 5-го курса, работаю в госпитале. И я считаю, что именно я, именно мы должны сейчас здесь находиться, помочь нашим врачам нашей республики. И для нас это, конечно же, колоссальный опыт. Работать очень-очень тяжело, как морально, так и физически. Мы пришли сюда как волонтеры, добровольцы, чтобы помогать нашим коллегам, нашим врачам, среднему медперсоналу, младшему. Почему? Потому что сейчас именно наша помощь, думаю, необходима, и наша поддержка в такое время, она очень важна. Стараемся по мере возможности работать, и мы для себя тоже узнаем много нового. Это большой, колоссальный опыт. Хотелось бы сказать всем сидеть дома, и сидя дома вы помогаете не только себе, но и нам. 6 апреля в медицинские учреждения республики было направлено 180 студентов, которые параллельно проходят практику. Помимо этого волонтеры-медики принимают участие в работе единого штаба по оказанию помощи маломобильным гражданам республики. Руслан Джукаев, Руслан Харченко. Вести Карачаева, Черкесия. В республике разворачивают четвертый по счету госпиталь для больных коронавирусом. Черкесская городская клиническая больница готовится принимать пациентов с COVID-19. В эти дни строители завершают последние ремонтные работы. Готовность корпуса для оказания помощи зараженным сегодня оценила Фатима Даурова. С 1 апреля начались масштабные работы по реконструкции пяти отделений нового корпуса Черкесской городской клинической больницы под стандарты для лечения больных с COVID-19. Ремонтные бригады в три смены обеспечивают беспрерывную работу. Старые окна заменены новыми, отштукатурили стены, обновили напольное покрытие и везде заменили сантехнику. Главный врач Черкесской городской клинической больницы устроила для представителей региональных СМИ предпоказ готовности новых отделений. Здесь расположится 205 коек для оказания помощи больным. На первом этаже предусмотрены 20 палат-полубоксов, которые будут работать в провизорном режиме. Именно туда вначале будут направлять больных до подтверждения точного диагноза. Это делается для того, чтобы инфицированные пациенты не пересекались с предполагаемыми, говорит Альвина Асланукова. К каждой отдельной палате будут предусмотрены шлюзы при входе и отдельный санузел. Она рассказала, какие работы были проведены и подчеркнула одну очень важную особенность нового госпиталя. Если по тому регламенту, который дал Минздрав Российской Федерации, в ковидных госпиталях можно до 30% коек держать без кислорода, то в нашем госпитале все-таки решили, чтобы все у нас койки, все 205 койк были с кислородом. Причем это не просто протянутая кислородная сеть. Вы видите, что вот кислород подвели в конструкции, по которым идут эти трубки кислородные. А будут стоять современные быстросъемные клапана, так называемые, которым очень одномоментно, удобно подсоединяется аппаратура. Реанимационное отделение полностью обновлено. Здесь наводятся последние штрихи перед запуском на полноценную работу. Вы сейчас слышите, как идет ремонт, звуковое сопровождение очень очевидное. Везде идут работы полным ходом, а мы сейчас находимся в одной из палат реанимационного отделения. Совсем скоро здесь появится 36 коек, предназначенных именно для оказания экстренной помощи больных, зараженных COVID-19. К каждой такой койке будет присоединена вот такая система подачи кислорода. Как врач-реаниматолог Альбина Слонукова отметила, что новое медицинское оборудование, которым будет оснащено реанимационное отделение, отвечает всем стандартам. И даже превзошло все ее ожидания. Здесь будет централизованная функция сжатого воздуха и вакуума, кроме кислорода. Это очень удобно в работе. И это помогает электроотсасывателю от больного к больному не передвигать. А у каждой койки будет свой вакуум и свой сжатый воздух, кроме подачи кислорода. Это очень важно. Медицинский персонал готов к работе в красной зоне. Техника безопасности в приоритете. В отделениях предусмотрены специальные зоны, организованные по шлюзовому принципу, препятствующему распространению коронавирусной инфекции по госпиталю. Здесь его полностью обрабатывают дезраствором. Он снимает с себя одежду, замачивает специальные дезрастворы. Потом идет в душевую. Вот там душевая по серединочке. И душа выходит в третьем помещении, он уже одевается в другую одежду. Вот что необходимо для инфекционных госпиталей. По словам главврача, согласно графику работ, новый госпиталь полностью будет функционировать к 20 мая. А к 10 числу уже заработают готовые палаты для приема больных. Фатима Дорова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия. Карантин снят. Анимационные и урологические отделения республиканской больницы работают в штатном режиме. Напомним, что с профилактической целью в период с 16 по 30 апреля эти два отделения были переведены на карантинный режим. Как сегодня работают медики, в каком объеме оказывают экстренную помощь. Из Карачаево-Черкесской клинической больницы репортаж Александра Коваленко. Они на полной очаги, на фоне здорового, вот эта темная, скажем так, здоровая часть лёха, вот это уже матовое стекло, вот это очаги, пневмония вируса. Вот так выглядит ковидная пневмония на снимке. Поражение лёгких новым вирусом с максимальной точностью можно увидеть именно на КТ. Ежедневно врачи компьютерной томографии республиканской клинической больницы тесно взаимодействуют с докторами, которые в эти непростые дни работают в инфекционном госпитале. Доктор Мурат Кубеков в день расшифровывает более 20 снимков, утверждая, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. Мы почему призываем к самоизоляции? Потому что ещё и степень тяжести заболевания зависит от той вирусной нагрузки, которую получает пациент. То есть, если вы контактируете с больным с ковид, вы можете не заболеть. Если вы сохраняете дистанцию, если это кратковременное какое-то общение, и если вы после этого помыли руки, предприняли меры, и на вас маска. Если вы находитесь в толпе, в которой много пациентов больных с ковид, и которые вокруг вас находятся длительное время, то вы заболеете в большей степени. То есть, у вас может быть более тяжёлая форма. 16 апреля в реанимационное отделение больницы в тяжёлом бессознательном состоянии был доставлен пациент. В ходе обследования у больного был выявлен ковид-19. После оказания ему необходимой неотложной помощи пациента перевели в инфекционный госпиталь, а отделение реанимации было закрыто на карантин. Его привезли сюда, он был в тяжёлом состоянии, нам пришлось его интубировать, оказывать помощь. Слава Богу, он уже сегодня поправился, как мне известно. Но из-за того, что пациент находился двое суток в реанимационном отделении, с ним контактировали несколько смен. И после того, как уже были сделаны тесты, он только после этого был переведен уже в госпиталь, который занимается такими пациентами. Спустя две недели после предварительной дезинфекции реанимационное отделение абсолютно интактно и продолжает приём. И оказание помощи реанимационным больным. Сегодня лечение здесь получают 7 пациентов. Мы провели, сделали смывы на состояние среды, воздуха, предметов, помещений и так далее. Все сотрудники здоровы, карантин прошёл благополучно. Пациенты, которые находились в реанимации в закрытой зоне и сотрудники все здоровы, их четырёхкратно мы проверили, сделали пробы на ковид. И после завершения всех мероприятий карантинная зона была открыта. Для больных с неподтверждённым диагнозом, без рентгеноскопии и нуждающихся в реанимационных мероприятиях здесь развернут экстренный зал. Здесь мы их принимаем, оказываем необходимую помощь, ну, ввод до реанимационный, перевода на ИВЛ. И дожидается решение по ситуации с пациентом. Если это необходимо, то проводятся другие манипуляции, там, оперативное вмешательство, продолжение лечения в интенсивной части нашего отделения. Либо, если этот пациент подтверждается диагноз новой инфекции, то это такой пациент специальной бригадой перевозится в соответствующий госпиталь. Также на базе КЧРКБ ежедневно проводятся учения по работе приёмного отделения реаниматологов в изолированном боксе, чтобы быть готовым оказать неотложную помощь пациентам до установления основного диагноза. Александра Коваленко, Роберт Жгутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. КОНЕЦ осуществляется только через ДОСА. Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важны поправки о защите прав трудящихся? Потому что в сегодняшнее тяжёлое время, во время кризиса, нет гарантии того, что работодатель не снизит зарплату. Все мы честно относимся к своему труду и хотели бы такого же честного отношения к себе со стороны работодателей. То, что права трудящихся будут закреплены в Конституции, я считаю, это гарантия для всех нас. В Советской Конституции говорилось, что гарантируется уважение к человеку труда. Потом в 90-е годы убрали эту статью. Очень хорошо, что сейчас решили вернуть. Главное богатство страны – люди, те, кто хотят и умеют работать. Поэтому государство должно поддерживать человека труда, гарантировать варплату. И поправка к Конституции – это наши самые сильные гарантии. Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о защите суверенитета и территориальной целостности страны? Так как это касается личной и национальной безопасности, если утвердить эту поправку, то никто не сможет сказать, что Крым – это не Россия. Мы знаем притязания наших ближайших соседей Японии на часть Курильской гряды. И поэтому думаю, что наша уже теперь любимая 67-я статья будет реальной защитой целостности наших границ и незыблемости итогов Второй мировой войны. У нас огромная страна, и я считаю, очень важно, чтобы эта страна и оставалась такой же великой. Это достояние наших дедов. То, что завоевано нашими предками и принадлежит России, должно ей и остаться, и никому другому. Наша страна – это не просто территория. Это большая семья с вековыми традициями и уникальной культурой. Я хочу, чтобы границы нашей Родины были нерушимы, и чтобы ни у кого не было возможности забрать себе часть нашей территории, переписать нашу историю. Поправки в Конституцию гарантируют защиту суверенитета России. Поправки в Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о защите животных? Мы должны бережно и внимательно относиться к своим животным. Ведь они делают наш мир добрее, теплее. И очень важно формировать не только у детей это отношение к животным, но и взрослым. Порядочное отношение к животным должно быть нормой нашего современного общества. Потому что часто мы слышим в интернете, в СМИ информацию о жестоком обращении с животными. Такого быть не должно. Поправка о формировании ответственного отношения к животным поможет и защитит братьев наших меньших. Каждый день работая в приюте, я понимаю, как важно закрепить ответственное отношение к животным в Конституции. Руслан Тамбиев перешел на работу в правительство республики на должность первого вице-премьера. Соответствующий указ подписал глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов. После того, как депутаты Думы города Черкеска одобрили решение Руслана Тамбиева перейти на работу в правительство. Исполняющим обязанности мэра Черкеска до проведения конкурса, который состоится 2 июня, по закону назначен первый заместитель мэра Алексей Баскаев. Рашид Темрезов поблагодарил Руслана Алиевича за его эффективную работу в качестве мэра города. Глава региона подчеркнул, что под его руководством, благодаря интересным и современным решениям, в городе произошли значительные позитивные изменения. Реализованы десятки ярких проектов, которые веют жители и гости республиканской столицы. За труд, большой личный и профессиональный вклад в развитие Черкеска вручил Руслану Тамбиеву высшую награду республики за заслуги перед Карачаевой Черкесией. Сегодня перед нами стоят новые вызовы, а в условиях борьбы с коронавирусом особая ответственность лежит на социальном блоке правительства. Именно его и будет курировать Руслан Алиевич. Я уверен, будет подходить к делу со свойственной ему ответственностью и профессионализмом, отметил глава региона. Далее Рашид Темрезов обозначил перед Русланом Тамбиевым круг его профессиональных задач на совещании с председателем правительства и его заместителями. Также за личный и профессиональный вклад в социально-экономическое развитие Черкеска депутаты Думы присвоили Руслану Тамбиеву почетный гражданин черкесском звания. Приятные вести. В многодетной семье Исмаиловых из Усть-Джигуты произошло радостное событие. Им вучили много подарков, а самый большой подарок – 18-местный автомобиль «Форд». С семьей, где ожидают рождения 15-го малыша, познакомился Мурат Лянкёзов. Семья Исмаиловых – коренные жители Карачаева-Черкесии. Супруги Мурат и Юля нажили 14 детей. Восемь мальчиков и шесть девочек. Среди них две пары близнецов. Маме всего 36 лет, а старшему ребёнку минуло 14. Она заканчивает 9 класс и собирается поступать в медицинский колледж. Отец большого семейства работает охранником на цементном заводе. Наверное, нет нужды перечислять проблемы и трудности, в первую очередь материальные и бытовые, с которыми сталкиваются родители. Их очень много. А секрет семейного счастья довольно простой. Он поддерживает меня, я поддерживаю его. Наверное, из-за этого нам как-то это проходит более мягче. Ну, бывает, но ничего, мы всё переживаем, всё преодолеваем. И самое главное то, что все дети здоровы и живы. Это самое главное. Год назад семью постигла беда. Произошёл пожар. Сильные ожоги получила маленькая девочка. Понадобилось лечение в Ростове. Однако ежемесячно возить пострадавшего ребёнка на процедуры не было возможности. Добрые люди помогли семье в трудную минуту. Когда у нас произошло это чрезвычайное происшествие, к нам приехал мужчина-карачаевец. За что я ему очень благодарна. Хотя я и сама русская, но мужчина-карачаевец приехал и подарил нашей девочке, которая пострадала после пожара, машину. Семья большая, а значит, второй автомобиль должен быть вместительным. Ключи от 18-ти местного автобуса марки «Форд» полной комплектации подарили главе семейства. Теперь у Исмаиловых появилась возможность передвигаться всей семьёй в комфортных условиях. Это замечательное событие запомнится надолго. Первую поездку собираюсь поехать, детей вывезти на природу. Как родиться 15-й, чтобы дети покатались на катамаранах, на зелёного острова отвезут детей. Будем кататься, отдыхать. Может, летом, если закончится коронавирус, поедем на моря, отдохнём с детьми. Огромное спасибо всему карачаевскому народу. Для всех детей, для их родителей приобретены комплекты новой одежды. Многодетную семью обеспечили запасами продуктов питания на длительное время. Самые искренние слова благодарности выразила растроганная мама в адрес сенатора от Карачаева Черкесии, Ахмата Салпагарова и министра природных ресурсов и экологии республики Джашарбейка Узденова. Я очень благодарна этим людям, низкий им поклон, так как я сама русская, но когда мне помощь оказывают мусульмане, для меня это очень приятно. Большое им спасибо. Совсем скоро, буквально на днях, чита Исмаиловых пополнится. Супруги ожидают появления мальчика, которого назовут Исмаилом. И тогда каждый житель республики может с гордостью сказать, что в Карачаево-Черкесии проживает самая многодетная семья Российской Федерации. Мурат Зинкёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. С 1 мая через систему бесплатных платежей можно будет переводить до 100 тысяч рублей в месяц. Это касается переводов как друг к другу, так и между своими счетами, открытыми в банках участниках СПБ. Подробнее расскажет директор Департамента национальной платежной системы Банка России. С 1 мая наши граждане могут абсолютно бесплатно переводить средства в системе быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Речь идет о переводах по номеру мобильного телефона друг к другу или между своими счетами, открытыми в разных банках участниках системы быстрых платежей. Если сумма будет выше 100 тысяч рублей в месяц, то комиссия банка не должна превышать 0,5% от суммы переведенных средств, но и не более полутора тысяч рублей за операцию. Мы проанализировали переводы, которые осуществляются в системе и увидели, что 100 тысяч рублей – это та самая величина, которая покрывает основные потребности граждан при осуществлении переводов своим родственникам, при погашении кредитов в разных банках или переводе заработной платы на свои счета, открытые в другом банке. И сегодня в условиях самоизоляции это особенно важно использовать именно дистанционные каналы. На сегодня в системе быстрых платежей уже 55 банков-участников. На момент запуска системы через нее совершено более 13 миллионов операций на общую сумму, превышающую 112 миллиардов рублей. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин